так здрасте привет ребятки я тут проснулся улыбнулся и решил что есть небольшой смысл записать видосик про то что у нас будет здесь будущем да сезон у нас в целом неплохой но не сказать что есть прям дофига тем для видосов однако я хочу все-таки вкратце рассказать какие планы да обычно я это делаю просто оформляя запись на стенке на ютубе но здесь решил поподробнее про все рассказать да а во первых что касается билдов ситуация такая с билдами как я уже говорил в прошлом видосе видосе про найс сталкера в этом сезоне в принципе мало что поменялось по всем возможным билдам для контента как сложного так и простого да поэтому повторюсь сотый раз видосы про билды будут выходить но гораздо реже как вы знаете я видосы про билды и делаю редко потому что не вижу смысла делать видосы про какие-то узконаправленные билды потому что они как показывает практика не особо популярны поэтому буду время от времени смотреть что там можно сделать есть идея рассмотреть некоторые нишевые билды учитывая определенные бафы как я уже упоминал пустоты баф некоторых пушек который крайне интересный это мы все наверное рассмотрим частенько меня просят записать видос про солнечного охотника в пве скажу ребята прямо на самом деле солнечный охотник с момента когда он получил реворг мало чем поменялся он какой-то степени стал слабее потому что как вы знаете банджи понерфили в пве воссоздание на одном и на двух стаках не то чтобы у хантера был доступ к двум стакам да и у нас больше нету модов из артефакта на solar как вы помните в сезоне видения у нас были моды из артефакта которые неплохо так бафали solar теперь их нет однако я все-таки запишу пару видосиков чтобы просто сделать обзор на солярного хантера прямо сейчас но там чего-то новенького не будет если вы спросите прямо сейчас у меня то я читаю что в том же пве гораздо лучше использовать охотника либо на арке либо на пустоте либо на садисе да не то чтобы solar слабый но на мой взгляд он сейчас немножко уступает все что имеет он на фоне других подклассов это доступ к регену хп за счета создания и это доступ к легкому пафу урона да то есть сияние поэтому про хантера обязательно что-то сделаю но скорее как обзор как видос про варлока да говоря о пустоте то здесь на самом деле спрошу у вас потому что ситуация с войдом тоже не особо сильно поменялась да банджи бафнули конечно овершилды не сказать что баф прям настолько ощутимый мощный что он прямо меняет всю игру но в целом билды никак и поменялись то есть на титана та же самая история с сердцем утреннего света который всех заебало я попытался в том сезоне сделать билд с руками второй шанс и даже сделал но мягко говоря он играл так себе прям да снимать конечно простите ваншотом барьера это круто но думаю это не то что вас интересует хотя целом игралось очень неплохо на хантера один один видос уже есть и дальше запишу также видос на эдгейм контент но спойлер там мало что поменяется на самом деле потому что вот недавно я бегал с кретчетом в эдгейме и даже там он играет абсолютно прекрасно ну потому что это супер плюс балдеж про варлока на войде снимать абсолютно нечего варлок не меняется билды либо с духом противоречия контроверсия либо билды с низореком с дитем ничего не поменялось потому что опять таки частенько вот вы пишете что там сделай там про войну варлока видосы ребята старые есть и они до сих пор актуальны если я чувствую что что-то поменялось и это стоит записать то я это разумеется делаю вот и примере стали снова барлока да поскольку у него банджи бафнули некоторые элементы то есть фрагмент и аспект то был смысл пересмотреть но если разработчики никак не трогают некие элементы стихии вот допустим вот да то смысл делать повторный видос да поэтому проводить здесь тоже говорить нечего это что касается билдов и здесь такое небольшое ответвление да последнее время частенько под видосами это было и раньше но в последнее время это стало гораздо заметнее стали писать определенные комментаторы что ля опять он своровал у кого-то билд открываю ребята вам секрет как работает youtube и как работают билды в destiny 2 да потому что судя по всему эти комментаторы этого не понимают в destiny очень ограниченный билд крафтинг в каждом сезоне всегда вылезает какой-то билд или какая-то расстановка аспектов фрагмента в общем мы поняли который является не то чтобы метой но очень интересным и популярным вариантом который будет использовать многие многие игроки и по этой причине все кто занимается билдами в destiny я в том числе начинают снимать видосы про новые билды эффективные последний пример это броня кречета некоторые контент креаторы занимаются только билдами только видосами при билдами поэтому они такие штуки выпускают очень быстро там допустим у нас вот во вторник только вышел патч на той неделе да который за реворкал броню кречета и контент креатор которого я смотрю пландер он снял видос буквально за два часа потому что он занимается именно этим поэтому у него скорость и качество видосов будет разумеет ну в том плане он может гораздо быстрее выложить такой контент да и все равно находятся те кто говорят что ты своровал к сожалению ребята я еще стримлю на твиче и частенько на стримах я занимаюсь прототипом всех билдов потому что когда мне это еще делать да вы не поверите но я не только в destiny играю и найти ведь на стриме я часто рассказываю про все возможные билды там подробно изучаю патч ноуты и потом говорю вот это я запишу на youtube через какое-то время в итоге я это делаю и комментарии сами знаете какие это касается в принципе всех билдов заходит ребятки и пишет меня это в целом никак не задевает но давайте ребята привести вот этот момент потому что реально многие не понимают в destiny очень ограниченный билд крафтинг его очень мало да в игре есть конечно опции там типа моды аспекты фрагменты но все все равно в итоге сводится к одному к одной общей детали до одной картине эту картину подкватывает сразу несколько людей контент креаторов которые тоже умеют думать и в итоге у нас какой-то билд становится крайне популярным вот последний пример это броня кречета да билд который и дату снял в общем все известные ребятки потому что этот билд реально ебашит другой пример это титан страйкер в том сезоне если вы меня смотрите очень очень давно то вы знаете что я бичарой сердца внутреннего света был еще до незапамятных времен и как еще в сезоне исчезновения я сделал первый стадисный билд на титана после этого я выпустил видос про билды на вич queen еще до выхода вич queen и они оказались прямо в точку это у меня был варлок и титан у титана тоже было сердце внутреннего света потому что сейчас это самый лучший экзот на титана на все подклассы что далеко не секрет а на варлока это был незарег да еще получается что из-за того что я типа видосы снял еще до выхода аддона получается у меня все своровали конечно нет просто идеи приходят разным людям страйкер та же самая история я в том я в том сезоне конечно видосы про арк сделал быстро потому что в том сезоне кроме кикс фола и арка было в принципе больше нечего делать но все равно типа опять сердце опять все украл там бла-бла-бла да нет ребятки просто у контент-креаторов которые делают билды от нее те же мысли особенно когда что касается билдов да поэтому ребят перестаньте писать эту чушь потому что это реально смешно разумеется я других ребят тоже смотрю разумеется потому что мне тоже интересно что они сделали это абсолютно правильный подход но чтобы я там взял перевел и рассказал видос такого я сука ни разу не делал я могу там конечно взять какой-то билд его там модифицировать и подать вам на более понятном простом языке да хотя играю на английском но чтобы вот так взять и все спиздить я такое не делаю камон потому что повторюсь по такой логике я тоже могу говорить и ныть типа бля ребята вот допустим я нас адресного титана билды сделал еще там год назад даже больше и только недавно у того же пландера появился видос про самый сломанный билд на садисного титана с белым и ним z и почти теми же самыми модами и фрагментами получается он спиздил конечно нет и здесь работает точно так же конечно он меня не смотрит но вы понимаете суть поэтому ребята хватит писать эту чушь потому что в таком случае просто идите смотрите ребят тех чтобы не писать у меня что я все ворую да теперь давайте про пушки с пушками ситуация какая я обычно делаю видосы про пушки сезона когда я их все скрафчу и сделаю гадролы в том сезоне так сложилось что из-за того что я задротил как ненормальный человек все пушки в том сезоне я выбил крайне быстро по-моему на второй-третьей неделе я скрафтил все сезонные пушки мировые дропы тоже быстро выбил пушки в трайлсах я не смотрела потому что они еще не вышли в этом сезоне у меня ситуация гораздо хуже ну потому что в игру стал играть меньше я скрафтил пульсовку этого сезона который заебись и я сделаю по ней наверное отдельный видос но сначала ходит видос именно общий то есть я мало пульсовок у меня только один лук в этом сезоне но у меня три глефы пара глефа я сделаю отдельный видос и отдельный билд но судя по всему тоже будут писать мне что я своровал даже несмотря на то что я делал видос про глефы и несмотря на то что я глефа бой все равно будут писать но видос я сделаю да речь идет о том чтобы сделать билды где будут использоваться такие штуки как синтоцепсы вероломство зимы имелось черве бога хотя на самом деле спойлер синтоцепс самый лучший вариант в общем у меня по пушкам пока так себе в этом сезоне поэтому пока я все не выбью не скрафчу и не поиграю видосы я делать не буду потому что не хочу делать видосы из разряда я конечно с этой пушкой не играл но исходя из моего опыта могу сказать что этот пирк вот здесь будет вот такой-то заебись поэтому как-то вот так так что резюме планы на ближайший скажем это месяц да сделать все таки наверное обзор на хантера на соларе но повторюсь там каких-то откровений не будет потому что сейчас солар ушел на второй план у хантера особенно ну именно у хантера там все еще заебись сделать соответственно видос про глефу и про билды я до сих пор недоволен тем что банджи сделали с глефами в плане банджи порезали глефом урон мили потому что они активировали возможность использовать глефы вместе с экзотиками но там есть интересный перк как раз таки на солярной глефе который в кавычках компенсирует этот нерв но там требуется определенное действие которое меня не особо радует вот то есть видос про глефы про пушки тоже у нас будет когда я поигра себе пушками и что касается я обещал что я запишу видосы про бафы дебафы и стихии про бафы дебафы я запишу ближе к релизу лайтфола по одной простой причине недавно разработчики упоминали что они могут поменять то как именно стакуются некие некоторые бафы и дебафы сейчас как вы знаете все стакается мультипликативно банджи хотя сделать аддитивно и если я сделаю видос а там через месяц он будет неактуальным то будет совсем не круто это касается и стихий из-за того что разработчики упоминали что они будут дальше работать над тем же стазисом и то что они собираются как-то за апдейтить моды боевого стиля то есть шанс того что я сделаю видос а он в актуальности потеряет с глефами так не получилось их их немножко реворкнули но там в принципе инфа все еще актуальная поэтому когда у нас выйдет лайтфол выйдут важные апдейты вот этим видосами я займусь бафы и дебафы возможно выпущу но это будем смотреть вот такие ребята новости я пошел на улицу трогать снег и вот это все давайте бай